Итак, рассмотрим, как скачивать и устанавливать мою сборку, записывать ее на флешку, с флешки записывать на жесткий диск устанавливать и там под себя немножечко поднастраивать. Под видеороликом будет ссылка, по этой ссылке вот так вот кликните и будет вот такое сообщение, загрузить, вот Linux Mint 19.3, нажимаем загрузить и, значит, пошла загрузка. Можно зрительно вот так вот смотреть, как она идет. После того, как мы скачаем мою сборку, мы эту сборку запишем на флешку и флешки уже установим при помощи программы SystemBug на жесткий диск компьютера. Затем загрузимся на жесткого диска компьютера и там немножечко ее уже под себя, скажем так, под настроем. То есть, здесь практически в видео о Linux Mint 19.3 на ОМОН отражены все этапы скачивания официального образа, его проверка, запись на флешку, запись с флешки на жесткий диск компьютера, настройка на жестком диске компьютера, создание из образа, значит, настроенной системы уже под вас. Затем, значит, этот образ свой такой тренировочный я забросил на кладовочку, откуда вот сейчас мы его скачиваем, проверим и будем устанавливать. То есть, все этапы, скажем, от А до Я. Ну, здесь видно, что осталось там три минутки. Ну, немножко подождем. Сборки закончены. Вот появился значок Комплитит. Ну и теперь, значит, что мы сделаем? Откроем. Проверим этот изофайлик на коробочке. Единственное, что я вместо сторич помещу. Так, и загрузок. Вот этот файлик. Это уже моя настроенная сборка. Весит она порядка трех гигабайт. Ну, зато в ней, скажем так, набор многих необходимых программ. Пароль просит. Наберем пароль единичка. Ну, вот сборка загрузилась. А это говорит о том, что она создана нормально. Все здесь нормально. Все программы необходимые, я здесь уже увижу, они есть. Поэтому эту сборку мы сейчас будем записывать на флешку. Каким образом? Значит, откроем программу Rufus. И программу Rufus. Пойдем, откроем. И загрузок. Вот мою сборочку. Писать будем на жесткий диск с таблицей разделов MS-DOS. Это значит MBR, MBA. Вот. Нажимаем на кнопочку старт. Соглашаемся со всем. И сейчас вот идет практически запись моей сборки, которую мы скачали с Меги. Мы сейчас ее записываем на флешку. Причем флешка у меня очень скромных размеров. Там порядка 4 гигабайта. 3,7 по-моему. Сам образ уже настроенной флешки у меня, значит, занял, я сейчас скажу вам точно. Ну, вот. 3,7 отнимите. 1 будет 2,7. Ну, 2,8 гигабайта практически получится. Если быть точным. Ну, или так могу сказать. Ну, 3 гигабайта. Небольшая разница. Значит, что я сейчас сделаю, когда я запишу эту сборку вот видно, что жесткий диск у нас тут еще был занят предыдущей сборкой. Поэтому вот я сейчас сделаю, чтобы было видно, что таблица разделов у нас Мездос. Затем, значит, создадим новую таблицу разделов. в формате вот тут разные форматы. И GPT есть. Вот этот. Ну, я выбираю Мездос, потому что это мой родной диск. Он был с таблицей разделов Мездос. Я ничего менять и не буду. Вот практически абсолютно чистый диск. 1 терабайт. вот на него мы и начнем устанавливать мою сборку. Значит, ну что? Значит, нажмем на значок тестом бака. Значит, если я нажму на копирование системы, то имя пользователя будет юзер, пароль будет 1. А если вы хотите, чтобы у вас было другое имя, пользователя вот сюда его впишите, заведете сюда и сюда там новые пароли, название компьютера, нажмете на Next и попадете вот сюда. Значит, ну что? Вот у нас диск СДА. Ну, он практически толком здесь не размечен. Поэтому перед этим я вначале сделаю разметку жесткого диска. Разметку я буду делать по такому же принципу. Вот у меня оперативной памяти было 8 гигабайт. Новый. Ставим, пометим как Linux Swap. Затем значит у меня вот этот раздел на 30 гигабайт. Вот я отмечаю как новый. И вот этот раздел у меня был на 100 гигабайт. вот его помечу. Скопирую новый. Добавить на все оставшееся пространство, потому что диски MS-DOS они больше трех разделов не принимают. Я вот так вот иду сюда и отмечаю как расширенный. Добавить. и нажимаю на волшебную кнопочку исполнения желаний применить. и нажимаю 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 кнопочку систем банка. и копируем на него систему вот 8 гигабайт своп стрелочка появляется крестик и своп следующий корневой стрелочка готова и домашний раздел home стрелочка все разделы у нас как говорится отмечены нажимаем на кнопочку next и будем устанавливать на систему ну вот 1124 тут для себя пометочку отметим ну я думаю что вам достаточно хорошо все это дело видно когда закончится установка отметим время окончания установки ну и там еще парочку нюансиков я вам расскажу что делать итак заканчивается установка программа на жесткий диск сейчас выскочила что сто процентов закончена но тут как правило там еще надо обновить каши там и прочее следует немножко подождать ну вот значит в общем и целом 38 от нее 14 24 ну 14 минут заняла установка сборки на жесткий диск теперь я сейчас обновлю информацию о состоянии жестких диск вот обновить и что я обычно делаю вот у меня основной раздел загрузочный значит на 30 гигабайт правой кнопкой мышки управление флагами я отмечаю его как будто как загрузочный раздел вот закрываю вот появилась надпись boot ну и теперь я хочу перепровериться на всякий случай вот у меня здесь установлена программка в администра в администрирование групп кастомайзер тоже настрой настройщик загрузчика меню здесь вот я напишу чтобы она открылась пишет настройки значит там необходимо сделать но это все и понятно значит раздел у нас находится все это дело на втором разделе значит но здесь я напишу применить сейчас просканируется тут все разделы необходимые и вот допустим хоть тут у нас linux mint cinemon а появляется ubuntu совская запись хотя вот тут я делаю под linux mint cinemon запись вот можем посмотреть значит если здесь я поставлю linux здесь раздел укажу второй то вроде бы как оно так и должно быть здесь я тогда могу указать linux mint 19.3 ну и нажму на кнопочку сохранить то есть по идее загрузка должна будет начинаться со второго раздела на котором у нас установлен linux mint cinemon вот еще раз можем перепроверить системы linux со второго раздела единственное я не писал параметры ядра но посмотрим может быть без ядра прокатит таким вот образом что я сейчас делаю я перезагружусь и уже следующая часть урока будет на жестком диске моего компьютера итак итак я загрузился жесткого диска моего компьютера вот видно что таблица разделов ms dos дальше вот эти ключики обозначают что вот эти разделы в данный момент сейчас присоединены вот загрузочный флаг загружался компьютер не быстро очень долго почему-то искал btrfs разделы на моем жестком диске но не нашел ну может быть при следующей загрузке будет грузиться побыстрее тем не менее значит вот практически вы загрузили там мою сборку и теперь вам нужно будет ее под себя настраивать ну вот поскольку у многих значит на google chrome открыты значит скажем так свои учетные записи то вот мы и попробуем как раз вот зайдем сюда настройки включить синхронизацию и здесь он значит просит пароль ну я сейчас на секунду прерву заведу значит адрес электронной почты пароль и дальше посмотрим что там и как ну вот я включил значит ввел свои пароли спрашивает включить ли синхронизацию ну конечно же включить ну и пока он там включает синхронизацию я еще раз пробегусь по настройкам посмотрю все ли меня значит устраивает домашняя страница указана панель закладок указана значит шрифт мой указан что у меня зрение уже не очень хорошее и ранее открытые вкладки да все нормально можно значит идти можно пробежаться снова на самый верх вот видим зелененький значок что синхронизация началась ну и значит вот пойдем пока сюда значит могу так же там проверить там свою почту там и так далее но это уже скажем не столь важно вот появилось сообщение значит от блока ну и обычно его удаляю и вот сразу появились все мои закладочки в свое время значит я как-то их одним скопом все значит скопировал и вот теперь чтобы каждый раз мои закладки не искать вот открыть все и сразу открылись все мои закладки что я сейчас делаю просто вот закрепить 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 разрешить и выставляю значит год вот вот двадцатый год вот сегодняшнее число ну для меня этого достаточно значит я ее закрепляю эти тоже я закрепляю это закрепляет то есть все мои закладочки которые у меня есть они уже их искать не нужно я просто их закрепляю вот здесь у меня значит с моим мобильным телефоном идет значит с рабочим столом значит синхронизация и в правом верхнем углу три точки менюшка и я выбираю миссис миссис for web и такая синяя надпись ор код сканер сканер для кода ор вот я на нее на мобильнике нажимаю и появляется сканер здесь я делаю разрешить и практически у меня все мои сообщения теперь будут выскакивать у меня и на рабочем столе то есть мне даже мобильник брать не нужно здесь значит мой мои сообщения с канала от пользователей могу по ним пробежаться посмотреть все нормально тут могу поставить свое одобрение пользователю дальше значит тут фильм на котором я остановился вход вот я допустим нажимаю на вход вот на чем остановились и до сюда ну например вот это включая здесь значит мой канал здесь значит у нас но это не нужно это тоже не нужно мне вот практически все свои закладочки загруппировал в том порядке который мне нужен нужно что-то еще вот могу сделать так дублировать а здесь допустим перейти на информацию о своих видеороликах вот я там вижу что сколько у меня просмотров там сколько комментариев и прочее то есть вся необходимая мне информация здесь есть вот значит практически у меня с аккаунтом на гугле значит соединены все скажем так мои закладки и поэтому я к своим закладкам имею доступ с любого устройства с другого компьютера допустим с другого с мобильного телефона там с планшета откуда угодно вот значит оставил я еще приложение вот такое также интернет вот 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 посмотрите принцип тот я иду на вотсап также на мобильном телефончике у меня в правом верхнем углу три точки я нажимаю и сообщение ватсап ватсап веб нажимаю на него и у меня тут сообщение логаут from all devices выйти из всех устройств нажимаю выйти со всех устройств и вот и вот все ватсап у меня подсоединился вот таким скажем простым и немудреным способом то есть синхронизация файлов на компьютере не сложна поскольку у меня и на меге имеется значит аккаунт где я там и свои сборки храню и свои кладовочки и информацию для вас вот я на нее нажимаю вот появляется сообщение и сюда вот у меня спрашивает значит локальная папка она такая и будет а вот папка на меге вот я иду на линукс линукс вот черри 3 и пусть он с ней синхронизируется вперед готово и теперь вот видно что вот этот вот черный кружочек говорит о том что идет синхронизация можно по нему кликнуть левой кнопкой и посмотреть как там она идет причем сколько у меня значит места на диске вот половина у меня только из 50 гигабайт значит занято и какие файлы значит вот сейчас скачивается и проследить за порядком скажем так синхронизации вот я жду когда вот этот файлик у меня значит он скачается и тогда можно будет посмотреть практически команды видео вот то есть все ясно тут и скажем так наглядно и теперь если допустим открыть программку черри 3 вот она у меня то я иду файлик открыть иду на мега и вот у меня файлик команды и видео ctb вот у нас здесь я значит могу открыть там посмотреть и сделать там все так сказать для себя необходимое необходимое вот всегда он у меня под рукой не надо закрыл в следующий раз я когда открываю он открывается там же где и нужно ну таким же образом происходит синхронизация и с дропбоксом окей вот вот он сейчас скачает дропбокс и затем начнет ее скажем так устанавливать ну также нужно будет там если понадобится завести там адрес электронной почты и пароль ну практически зайти в синхронизацию выборочная и вот я могу здесь все это дело отменить а оставить только вот допустим дата обновить окей и у меня он будет синхронизировать на дропбоксе только вот одну папочку которая мне скажем так нужна под рукой где все необходимые мне данные то есть вот таким вот образом происходит синхронизация таких кладовочек облачных хранилищ как мега дропбокс значит в ватсапе я вам показал как там что происходит вот поэтому значит вот практически со всеми необходимыми настройками ну вот прикиньте сами сколько у вас займет время подогнать под себя мою сборку очень и очень даже немного ну ладно значит на этом я с вами прощаюсь желаю вам всего самого-самого доброго значит еще раз прошу учесть что эту сборку я сделал для себя вам она только скажем так для ознакомления ну или для сильно ленивых как говорится взял поставил и пользуйся вот а так в уроке я все рассказывал подробно как там что настроить то есть вот у вас есть скажем так два варианта на выбор установку сборки с флешки полностью все осветил учитывайте там вот эти вот моменты там при настройке загрузчика и так далее вот думаю что будет у вас все скажем так нормально ну ладно желаю вам всего самого доброго и до новых встреч